Здравствуйте! Информационная служба телеканала ЖБЕК ЖОЛЭ начинает свою работу. О главном сегодня в прямом эфире расскажу вам я, Ардак Сагедула, наши корреспонденты и гости в студии. Сурда, перевод Жан Слу, Ерлан Козе. И сегодня в выпуске вы увидите. Кто не справился, тот виноват. Вернуть в госсобственность проблемные объекты энергетического комплекса поручил Касым Жомар Токаев. Эвакуации пока не будет. Корреспондент ЖБЕК ЖОЛЭ следит за восстановлением теплоснабжения в Экибастузе. Жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз. Готовимся к выборам. Кто может стать кандидатом в депутаты Сената? Выдвижение начинается с завтрашнего дня и заканчивается в 18 часов по местному времени за месяц до дня голосования. В приграничных регионах Казахстана создается система торговых хабов для всего евразийского пространства. Это важный шаг для развития современной и эффективной инфраструктуры сбыта продукции. Такое заявление сделал глава государства в рамках 18-го форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который в этом году проходит в Оренбурге. Лидеры стран участвуют в нем в онлайн-формате. Напомню, Касым Жумар Токаев находится с официальным визитом в столице Российской Федерации. О том, что было на повестке форума, в материале моей коллеги Айнур Имангали. Касым Жумар Токаев прибыл в столицу России накануне. Визит главы нашего государства сегодня начался с церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Далее президенты двух стран приняли участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в формате видеоконференц-связи. Тема снятия инфраструктурных ограничений во взаимной торговле, кстати, стала основной для 18-го по счету форума, который в этом году проходит в Оренбурге. Для формирования современной и эффективной инфраструктуры сбыта продукции в приграничных регионах Казахстана создается система торговых хабов для всего евразийского пространства. Это центр трансграничной торговли Евразии на территории Западно-Казахстанской области и на границе с Российской Федерацией. Подобные торговые хабы создаются и на границе с Узбекистаном и с Кыргызстаном, а также, естественно, на границе с Китаем. При этом данные хабы будут логистически увязаны с портами Актау и Курык, участвуя в распределении экспортно-импортных потоков с прикаспийскими странами, а также с Турцией и Европой. О важности поддержания и развития экономических связей двух стран на примере межрегиональной торговли говорят и российские эксперты. При этом отмечая, что потенциал нашей страны в роли транспортно-логистического хаба возрастает. Роль Казахстана в этом плане стратегически важная. Это огромная граница между нашими странами. Тема Оренбургской встречи по улучшению условий логистических и цепей, поставок которых я говорил, это, безусловно, решающее, главное. После участия в форуме сотрудничества президенты двух стран провели двустороннюю встречу, по итогам которой подписали документ по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Казахстан для России остается одним из важнейших торговых партнеров в СНГ. Товарооборот между двумя странами в прошлом году достиг рекордных показателей, превысив 24 миллиарда долларов США. А российские компании стабильно входят в десятку ключевых инвесторов казахстанской экономики. Айнура Мангалей, Канат Янтибаев, Даурен Рахимов, Жебек, Жола, Москва. Глава государства сегодня подписал указы о ряде назначений и переназначений руководителей некоторых госорганов. Наталья Годунова возглавила высшую аудиторскую палату. В задаче и полномочия нового органа, в который преобразовали счетный комитет, входит анализ, оценка и проверка эффективного и законного управления национальными ресурсами. Председателем комитета национальной безопасности остается Ермек Сагимбаев. Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжит возглавлять Олжас Бегтенов, агентство по финансовому мониторингу Жанат Элиманов. На своем посту остается и начальник службы государственной охраны Сакен Исабеков, управляющим делами президента Республики Казахстан, переназначен Айбек Дадибаев. Дархан Жазыгбаев продолжит руководить агентством по делам государственной службы, а Сет Иргалиев переназначен председателем агентства по стратегическому планированию и реформам. Марат Умаров остается председателем агентства по защите и развитию конкуренции. Вернуть в государственную собственность проблемные объекты энергетического комплекса поручил сегодня Касым Жамар-Токаев, премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову. Инцидент с прекращением тепла в Экибастузе глава государства воспринял с большой тревогой, сообщает пресс-служба президента. Горожанам будет оказана помощь. Что касается участившихся аварий, происходят они из-за слабого управления такой инфраструктурой. Пример тому чрезвычайная ситуация. В Экибастузе, где в самые морозы без тепла остались свыше сотни домов и соцобъекты, виновным ответственности избежать не удастся. Президент поручил найти их и наказать. По данным Министерства энергетики, в частной собственности находятся 22 теплоэлектроцентрали. Возвращать их на баланс государства будут в рамках демонополизации рыночной экономики, которую также инициировал президент. Работа уже началась. В Кабмине сегодня заявили, что совместно с Генпрокуратурой определили список ТЭЦ, подлежащих возврату. О каких именно объектах идет речь, пока не сообщается. Большую часть домов и соцобъектов Экибастуза подключили к отоплению. Температурный режим специалисты мониторят ежечасно. Однако в городе все еще сохраняется режим ЧАЭС. Действовать он будет до полного устранения всех повреждений на теплосетях. На месте работает оперативный штаб. Принято решение частично эвакуировать детей и некоторых пациентов местной больницы. Подробнее в материале нашего корреспондента. Жители Экибастуза остались без тепла в 30-ти градусный мороз. Виной всему четыре котлоагрегата, которые остановились на городской теплоэлектроцентрале. При этом местных жителей попросили не усугублять ситуацию и не сливать воду, пока трубы не остыли. И дома не отключили от теплосистемы. Как только котлы вновь будут запущены, тепловики пообещали людям помочь отогреть трубопароводы и устранить все повреждения. Пенсионер Кудайберген Бейсенбенов, как и многие горожане, в эти дни испытал настоящий стресс. Когда батареи в квартире стали стремительно остывать, обратился к соседям с просьбой поделиться обогревателем. К слову, электрический прибор резко стал дефицитным в Экибастузе. Всего в Экибастузе 689 многоквартирных жилых домов. Почти 150 из них в момент аварии остались практически без отопления. Сегодня стало известно, что большую часть домов постепенно подключают к теплоснабжению. Осталось порядка 20. Специалисты запустили два резервных котла на ТЭЦ. Ближе к вечеру действующих стало 6. В целом состояние коммунальной инфраструктуры вызывает немало вопросов. В частности, состояние тепловых сетей. Порядка 88,5% теплосетей у нас были изношены. Это ни для кого не секрет. По этому поводу было отдельное поручение и главы государства, премьер-министра и Акима области. Повреждения на теплосетях специалисты обнаружили в разных частях города. Выявляли их и с помощью дронов. Всего обследовали более 20 тысяч квадратных метров. Из 15 ранее выявленных повреждений устранили почти все. В ремонтно-восстановительных работах задействовали 138 человек и 35 единиц техники. Но пока проблема с отоплением полностью не решится, школьники будут учиться дистанционно. Закрыты и детские сады. 28 ноября переходим на дистанционное обучение. По детским садам такая же ситуация. К сожалению, мы принять детей в детские учреждения, дошкольные учреждения принять не сможем, потому что в здании очень низкая температура. Что касается колледжей, ситуация такая же. Переходим на дистанционное обучение. 36 воспитанников Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, перевезли в школу-интернат номер 7 города Павлодара. Сюда же переехали 11 детей из дома юношества ЖАС Оркен. Еще 29 учащихся областного многопрофильного лицея тоже будут временно учиться в областном центре. В Экибастутской городской больнице лечение получает 300 пациентов. В случае необходимости для всех подготовили места в медучреждениях Павлодара и АКСУ. Мы особо по городской больнице никого не передистанцировали. Единственное, отправили 13 пациентов, которые в средней степени тяжесть, которые, думаю, все-таки не стали рисковать и перенаправили их в областной центр. По центру психического здоровья температурный режим там был низковатый, поэтому 26 пациентов мы перевели уже, уже выехали, перевели в областной центр психического здоровья. Ремонтные работы в Экибастузе продолжаются. Они на контроле правительства. Разбор полетов и поиск виновных будет уже после снятия режима ЧАЭС и восстановления теплоснабжения в городе. Азамат Айтхалин, Алексей Амельницкий, Жебек Жолы, Экибастуз. И буквально перед эфиром в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что без тепла в Экибастузе пока остаются 18 домов и 3 социальных объекта. Есть повреждения на одном из участков центрального теплового пункта. Сроков полного устранения всех неполадок не называют. Специалисты отмечают, что подача тепла в остальные жилые комплексы стабильная. В квартирах столбики термометров не опускаются ниже 18-20 градусов. В больницах и других социальных объектах температура держится на отметке 20-25 градусов, что соответствует установленным требованиям. Почему владельцы ТЭЦ не спешат вкладываться в инфраструктуру и насколько критична нынешняя ситуация в разрезе всей республики? Именно об этом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии, заслуженным энергетиком Казахстана Жакобом Хайрушевым. Жакоб Галиевич, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей студии. 36 аварий за отопительный сезон. И все они произошли там, где форма собственности частная. Ваше мнение, о чем говорят эти цифры? Хотелось бы услышать в целом, как бы вы оценили степень изношенности оборудования и теплосетей в республике? Какие города еще в зоне риска? Ну я начну с того, что сообщение Министерства индустрии, вы процитировали о том, что ситуация с Экибастузом как бы более-менее налаживается. Но мне кажется, должно было вас удивить, что об этом сообщает Министерство индустрии, а не Министерство энергетики. Понимаете? А это все говорит о том, что сегодня наша отрасль, она является или уже находится в состоянии разобщенности. Вы же видите, что система теплоснабжения находится в одном министерстве, система тарифообразования в другом министерстве и тому подобное. И сегодня вот эта авария, которая произошла в Экибастузе, может быть она бы прошла как бы незаметно, если бы сегодня к энергетике не было бы такого пристального внимания. Почему? Потому что действительно износ сегодня достиг такой критической точки, что буквально только ткни, как говорится, и сегодня тепловые сети разваливаются. Хотя для тепловых сетей в свое время были неплохие программы государственного финансирования, но почему именно Экибастуз этого не сделал, я, к сожалению, не могу знать. Но президент только сегодня сказал, что необходимо все перевести в государственную собственность, если собственник не справляется. Для того, чтобы понять, справляется он или не справляется, наверное, нужно провести некий аудит того, что за период того, когда он стал владельцем этого объекта, сколько было вложено, сколько было отремонтировано, как проводились инвестиционные программы и тому подобное. И если обнаружится, что действительно, слушай, ну мы тебе делали хороший тариф, а ты все это дело там куда-то разбазарил, тогда с легкой душой, как говорится, можно все это дело и забрать. Но есть и другие случаи. Сегодня не секрет, что в отрасли есть очень большая проблема – это недофинансирование. И на Совете отечественных предпринимателей, в котором я тоже являюсь членом, мы в одном из заседаний при участии премьер-министра глубоко проработанные вопросы с участием рынка задали 10 вопросов. Их было гораздо больше, но мы выбрали топ-10 вопросов. И один из главных вопросов – это было создание единого регулятора в отрасли. Я же сегодня сказал, что разобщенное то в одном министерстве, то в Акиматах, то в третьем министерстве. Поэтому сегодня первым делом нужно собрать всю энергетику, неважно, это коммунальное или какие-то котельные. Соберите все в одно министерство или в государственные некие органы. И второй, я извиняюсь, самый главный вопрос тоже – это предоставление льготного финансирования. Если уж мы тарифы не даем поднимать, давайте тогда предоставим через институты развития льготное финансирование не под 20-30%, а, так сказать, более поменьше. Ну, так уж получилось, что именно стратегически важные объекты оказались в частных руках. Если сравнивать с другими странами, это нормально? И какая степень ответственности должна быть в таких случаях у владельцев? А я вам один секрет открою, что сегодня электроэнергетика или объекты электроэнергетики, это ТЭЦ и региональные сетевые компании, не являются стратегическими объектами. Они в свое время когда-то были в неком перечне, но потом их убрали с этого списка. И сегодня они такие же, значит, обычные объекты, как и, там, скажем, нестратегические. Но что касается зарубежных стран, то там есть разная форма собственности. Также есть частные, есть и государства. Но что касается региональных ТЭЦ, которые работают в конкретно каком-то локальном небольшом, значит, районе или территории, то она, конечно, ну, должна находиться, не то что должна, а может находиться в коммунальной собственности. Другое дело, что наладить, значит, вопросы тарифообразования, наладить менеджмент. И тогда не придется ежегодно по 20-30 миллиардов вкладывать из бюджета в эту ТЭЦ, который завтра в обед, как говорит, 100 лет. Правильно? Вот как раз-таки в одном из первых релизов Минэнерго прозвучало следующее, вот я процитирую. Одна из системных проблем, влияющих на проведение ремонта, это низкие тарифы на тепловую энергию. Так ли это, на ваш взгляд? То есть, действительно, что ТЭЦ все эти годы были настолько убыточным бизнесом, что предприниматели совершенно не могли вкладываться в инфраструктуру? Ну, вы знаете, у ТЭЦ сегодня два товара. Это электрическая и тепловая энергия. Тарифы на электрическую энергию утверждает Министерство энергетики, а тариф на тепловую энергию утверждает Министерство национальной экономики. Вот я привел вам конкретный пример о том, что даже в одном взятом энергообъекте уже два регулятора. Понимаете? Ну, не должно быть так, наверное, так сказать, уже в сегодняшнем дне. Поэтому энергетическое сообщество предлагает, ну, давайте сделаем один регулятор, и тогда этот регулятор будет понимать, насколько эти тарифы справедливы, а насколько эти несправедливы. Поэтому мне сейчас конкретно о Кибастузе, наверное, сложно говорить, потому что, ну, надо смотреть, так сказать, все цифры, но в целом по стране, конечно, тарифы, они на тепло несправедливые. А какие изменения вы ждете от передачи ТЭЦ в госсобственность? И о какой предварительной сумме инвестиций может идти речь? И как это скажется на тарифах в итоге? Ну, прежде чем, повторяю, прежде чем ее переводить из частной в государственную, необходимо некий провести аудит. Да, я об этом сказал. Теперь, если выяснится, что там особо никаких инвестиций не было вложено, конечно, нужно предложить собственнику, чтобы он, так сказать, довнес эти, значит, инвестиции, привел станцию в проектное положение или состояние, в проектное состояние. И тогда, пожалуйста, бюджет сможет его в дальнейшем, так сказать, финансировать. Жакоб Галевич, спасибо вам за интервью, а мы продолжим нашу программу. Завтра в Казахстане начнется процедура выдвижения кандидатов в депутаты Сената. Напомним, что помимо членов политических партий на место в Верхней Палате Парламента с этого года смогут претендовать теперь и самовыдвиженцы. Главное – соответствовать требованиям. В Центре Сбиркоме сообщили, что кандидатов в депутаты должен стать гражданин Казахстана, достигший 30 лет с высшим образованием. Также он должен не менее трех лет проживать в регионе, от которого выдвигается. Согласно законодательствам, запрещено выдвижение недееспособных и граждан, имеющих судимость к регистрации. Допускаются только те кандидаты, за которых проголосовало более половины выборщиков, то есть большая часть депутатов регионального маслехата, от которого выдвигается претендент. Выдвижение начинается с завтрашнего дня и заканчивается в 18 часов по местному времени за месяц до дня голосования, то есть в 18.00 часов местного времени 14 декабря. Регистрация кандидатов в депутаты Сената начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18 часов по местному времени за 20 дней до дня голосования. В течение двух лет во всех селах улучшится качество интернета, обещает профильном министерстве. По словам главы ведомства, Богдата Мусина для этого разрабатывает национальный проект «Доступный интернет». Вы поймите, что трубу ложить, водопровод, и что интернет ложить – это одно и то же. Потому что и там, и там работают трактора, и там, и там прокладываются трубы, внутри трубы кабель. То есть это тоже колоссальная работа, поэтому она будет, как говорится, понятно, что мы ее не будем на 7 лет растягивать, но в любом случае в течение ближайших двух лет, я думаю, казахстанцы почувствуют улучшение и качество интернета в сельских территориях. Президент уделяет особое внимание развитию и улучшению качества жизни в селах. Во время выступления на инаугурации Касым Жамартукаев напомнил, что в аулах проживает до 40% населения. В правительстве готовы разработать специальную программу для поддержки предпринимательства и открытия новых рабочих мест. Денег в бюджете на реализацию этих задач достаточно, отмечает глава Минфина Ярулан Жамаубаев. Министр считает, что нужно вплотную работать над снижением уровня теневой экономики, чтобы тем самым увеличить поступление в казну. Уже в следующем году обеспечим бюджет собственными доходами дополнительно на 4 триллиона тенге мы рассчитываем. 4 триллиона тенге это большая сумма. Пока для тех задач, которые озвучили достаточно, но при уточнении весной, я так думаю, бюджета, с учетом того, что сегодня было сказано, с учетом того, что было до этого, были поручения, мы все это обсчитаем. Если нужно будет дополнительное средство, мы будем изыскать. 7,5 тысяч частных домов столицы подключили к газоснабжению. Всего же доступ к сетям имеют 12 тысяч абонентов. Какие микрорайоны Астаны на очереди и сколько жилых массивов уже скоро смогут пользоваться экологически чистым отоплением, узнавала моя коллега Назымгуль Кумыспаева. У семьи Букинбаевых большой уютный дом. Более 300 квадратных метров. Отапливать такое жилье недешево. Ежегодно на покупку угля они тратили порядка 400 тысяч тенге. В прошлом году установили газовое отопление. Хозяин дома Умар говорит, экономия существенная. А сейчас я на газовом котле. На год экономлю 100-120 тысяч. У меня уходит 240-280 тысяч. Дома стоит электрический водонагреватель. С ним зимнее время я не пользуюсь. Вот пользуюсь этим. По сравнению с электричеством газ два раза, три раза даже это дешевле. Сейчас доступ к сетям газоснабжения имеет 12 тысяч частных домов. Из них 7,5 тысяч газоснабжению уже подключены. К слову, подведение газа до забора жилого дома – задача местных исполнительных органов. Для того, чтобы подвести газ далее, нужно потратиться самим. Обойдется это в среднем до миллиона тенге. В Акимате сообщили, что эту статью расходов астанчанам старались максимально облегчить. Первое – это Акиматом совместно с КАС-трансгазом выдаются бесплатные приборы учета. Их стоимость порядка 100 тысяч тенге. Второе – у нас заключены соответствующие меморандумы с банками второго уровня. Эти банки выдают вам беспроцентную и беззалоговую кредит на цели газификации. Третье выдается для социально вызываемых слоев населения – 413 тысяч тенге. Районы Сарарка и Алматы полностью газифицированы. А вот жители жилых массивов Family Town, Тельмана, Пригородный, Гарден-Вилледж, Илинка, Чубары и Ондерес смогут использовать экологически чистое отопление уже в следующем году. Не только финансовую выгоду видят жители и местные органы в подключение частных домов к газу, но и экологическую. По информации Акима города Алтая Кульгинова, в этом году останчане сожгли угля на 115 тысяч тонн меньше. А это значит, что и выбросы вредных веществ в атмосферу значительно сократились. На одну четверть угля сжигается меньше. То есть на 25% чище стал наш город по выбросу угля. Теперь идет работа по подводящей газификации Есильского района и Байконурского района. Это улучшит экологию нашей столицы. Потом, вы же знаете, чтобы печь, это же большой труд, уголь надо закупать, это залу выводить. Вот этот такой труд наших жителей, он облегчится и дышать легче станет. В Коксусском районе Житесусской области некоторые дома сельчан к газу подключают бесплатно. Претендентов определяет специальная комиссия, созданная на селе. А вот кто может рассчитывать на безвозмездную помощь, узнал мой коллега Азад Жумаханов. Дом пенсионерки Рабиги Алдабергеновой первым подключили к газу бесплатно. В селе Мукры она одна из уважаемых старожилов. Свыше 40 лет проработала в местной школе учителем. Сейчас педагог на заслуженном отдыхе живет одна. Раньше мне приходилось тратиться на такси, чтобы привезти газбаллон. Зимой немало средств уходило на уголь. Было нелегко. У меня больное сердце, да и возраст 74 года. Теперь все удобно. Большое спасибо за такую возможность. Голубое топливо подключили и семье Кобигеновых из села Бескайнар. Пебегуль одна воспитывает девятерых детей, двое из которых с инвалидностью. Заплатить сотни тысяч тенге многодетной маме было не под силу. На зиму я покупала 4 тонны твердого топлива, а в день мы сжигали по 3-4 ведра. Я живу в этом доме 35 лет, и каждый год мы испытывали трудности в зимний период. Теперь все это позади. Я благодарна всем, кто содействовал благому делу. Претендентов на такую помощь определяет специальная комиссия. Учитывает социальное положение и доход владельца дома. В среднем провести в дом голубое топливо сельчанам обходится в 700 тысяч тенге. К концу года по Коксулскому району будет к газу подключено 11 населенных пунктов. Также до конца ноября у нас будет готов проект, проектно-смертная документация по подведению газа к 12 населенным пунктам. Всего в районе подключением газа занимаются 7 компаний. Работы по газификации продолжатся и в следующем году. В Казахстане набирает популярность гончарное искусство. В единственной мастерской Костанайской области проводят обучающие занятия, причем желающих освоить это старинное ремесло немало. За гончарным кругом поработала и наша корреспондент. Жар от печи и запах мокрой глины в гончарной мастерской – своя атмосфера. Это только на первый взгляд кажется, что сделать вазу или кувшин просто. Каждое изделие требует мастерства, знаний и времени. Маляка Искакова – основатель студии, сама девушка из Астаны. Глиняное ремесло было для нее хобби, теперь стало профессией и делом всей жизни. Я переехала в город, начала знакомиться с городом, поняла, что здесь нет аналогичных проектов, нет гончарных мастерских. Я решила, буду открывать. Начала рассматривать всякие различные государственные проекты, наткнулась на один, на который я полностью подхожу по критериям. Составила бизнес-план, все условия выполнила и мне посчастливилось. Государство поддержало мою идею. Я выиграла грант и открыла мастерскую. На деньги, которые выделило государство, купила оборудование. Два гончарных круга, печь для обжига, инструменты, фартуки. Специальную обработанную глину заказывают в городе Экибастуз. В мастерскую приходят не только, чтобы научиться гончарному ремеслу, но и отдохнуть от долгого рабочего дня. Гончарное дело пользуется популярностью среди жителей города. Ежедневно сюда приходят от 10 до 15 человек. Все они хотят научиться ремеслу. Помощь оказывает мастер. На изготовление одного изделия уходит около недели. Из 500 граммов глины на гончарном круге делают посуду. Пять дней она сушится и только потом обжигается в печи. Я сюда ходила довольно часто. Иногда дома лепила. В общем, приходила сюда просто как ученик. Затем я узнала, что сюда требуется мастер. Ну, я решила попробовать поработать здесь. Ну, мне очень нравится. Это прям то, что мне приносит удовольствие. Каждый раз учишься чему-то новому. Вся посуда вполне пригодна для быта. В мастерской ее, кстати, не продают. Главная цель – научить как можно больше людей глиняному делу. Возможно, уже в ближайший год в регионе появится целое гончарное производство. Любовь Облачкина, Алексей Басарнов. Специально для Жебек-Жоле. Это все, о чем хотела рассказать вам служба новостей Жебек-Жоле. Далее эфир продолжит информационная редакция программы Жана Уакат.